Друзья, всем привет! В этом ролике я расскажу, как создать стильный и визуально дорогой интерьер в рамках ограниченного бюджета. 10 простых, но очень эффективных приемов, которые помогут принести в квартиру гармонию и уют. Красивый и статусный интерьер стоит на трех китах. Продуманном эргономичном дизайн-проекте, качественной черновой отделке и профессионально смонтированных инженерных системах. О том, как выполнить эти базовые условия, вы можете узнать из видео на нашем YouTube-канале. А сейчас давайте поговорим конкретно о 10 способах, из которых складывается пазл дорогого интерьера. Дерево повышает визуальную стоимость интерьера. Паркет из инженерной доски во многом определяет статус помещения. Правда, такое напольное покрытие не всегда вписывается в бюджет проекта. Однополосный ламинат с вазкой достойная альтернатива натуральному диверянному полу. При выборе такого напольного покрытия следует обращать внимание на качество печати и совпадение рисунка с рельефной фактурой. При близком рассмотрении изображение не должно распадаться на пиксели. Еще один вариант – кварц-виниловый ламинат. Этот материал не отличить от палубного паркета. При этом он не реагирует на перепады температуры и влажность, а также хорошо сочетается с системой напольного электрического теплого пола. Стык напольных покрытий в разных функциональных зонах должен быть ровным, в одной плоскости и аккуратным. Между паркетом и керамогранитом прокладываем едва заметный порожек, который подбираем под цвет деревянного пола. Стыковочный профиль сводит к нулю риск деформации инженерной доски и ламината и, как следствие, возникновение ситуаций сильно удешевляющих интерьер. При стыке кварц-винила и керамогранита порожек не требуется. Эти напольные покрытия плотно прилегают друг к другу, что положительно влияет на восприятие интерьера. В зоне кухни следует использовать крупноформатный керамогранит под мрамор или другой натуральный камень. Такие плиты имеют ректификационный, то есть обрезанный край, благодаря чему межплиточный шов получается очень тонким, а пол выглядит цельным. Плиты размером 40 на 60 или 60 на 60 сантиметров подбирают под рисунок так, чтобы создать монолитный ковер на полу. Хаотично разбросанные обрывки каменной фактуры снижают ценность интерьера. Особое внимание следует уделить плинтусу. Оригинально и очень дорого смотрится теневой плинтус со светодиодной подсветкой. Такое удовольствие обходится в шесть раз дороже, чем дюрополимерный профиль. Если все-таки нужно создать эффект парящей стены, то рекомендуется использовать микроплинтус. Он представляет собой алюминиевый уголок черного цвета, который легко монтируется. Дюрополимерный плинтус украсит любой интерьер. Такие профили просты в монтаже и легко окрашиваются в белый цвет или в тон стен. При желании можно приобрести плинтус со встроенной подсветкой. А вот низкий деревянный и тем более пластиковый плинтуса, высокие изделия из ДСП также безнадежно проигрывают дюрополимерному профилю. Как временное решение можно использовать гибкие самоклеющиеся плинтуса. Предпочтение следует отдавать белым изделиям. Плинтус цветом поднопольное покрытие зрительно заводит пол на стены и тем самым сокращает высоту помещения. От пола переходим к потолку. Белая матовая плоскость из натяжного потолка позволяет создать визуально монолитный классический потолок за вменяемые деньги. Мам, сейчас не могу говорить, я на съемках. Да, я покушал. Хорошо, все, целую. Белый ПВХ-штапик по периметру натяжного потолка почти не заметен. Если монтаж выполнен качественно, то примыкание потолка к стенам едва заметно, что позволяет скрыть истинную природу потолка. Черный штапик не заменит дорогой теневой профиль, а вызовет обратный эффект. Потолок в черной пластиковой раме смотрится дешево. Стык потолка со стенами можно закрыть специальным профилем с функцией карниза, который крепится только к стене. Очевидно, что фиксировать карниз к полотну невозможно. Это решение хорошо подходит для интерьеров в неоклассическом стиле. Лайфхак здесь такой. Карниз по дизайну должен сочетаться с плинтусом. Хочу предупредить, что бесщелевая технология не для бюджетного интерьера. Чтобы обеспечить плотное примыкание потолка к стенам, придется вложить крупную сумму выравнивания стен. Иначе отклонения даже в один миллиметр будут давать тень, как от щели. В целях экономии в натяжной потолок интегрируют точные встроенные светильники или к полотну крепят накладные споты. Для освещения барных стоек и обеденных групп используют подвесные светильники. Трековые системы – это объективно дорогое удовольствие. Вместо треков можно использовать доступные по цене световые ленты с рассеивателем, благодаря которым интерьер выглядит дороже. Напомню о трех вещах, благодаря которым можно добиться стильного и комфортного интерьера. Первое – продуманный и эргономичный дизайн проект. Второе – качественная черновая отделка. И третье – профессионально смонтированные инженерные системы. Вложения в эти три позиции окупятся кратно, потому что вы избежите лишних трат на переделки и исправления. Интерьер выглядит дороже, когда стены окрашены в нейтральные постельные тона. Молочно-сливочный, жемчужно-серый, холодно-бежевый, небесно-голубой. Эти цвета зрительно увеличивают объем помещения и повышают статус интерьера. Интерьер выглядит дороже, если в помещении правильно выбрана и декорирована акцентная стена, то есть стена, которая притягивает к себе все внимание. Акцентную стену можно окрасить в контрастный тон или оклеить фотообоями с абстрактным рисунком. Реалистичные изображения архитектурных памятников или, скажем, морских пейзажей вызовут обратный эффект, то есть удешевят. Стильный постер или картина, помещенная в композицию из молдингов, повышает визуальную стоимость интерьера. В роли арт-объекта можно использовать фрагмент обоев с ручной росписью. Молдинги из дюрополимера – отличный инструмент для декорирования стен, причем не только в неоклассических интерьерах. Раскладки из рельефного профиля можно покрасить в тон стены или контрастный цвет. Пространство внутри молдингов заполняем декоративной штукатуркой, художественными обоями или зеркалами. Здесь главное выдержать золотую середину, иначе легко докатиться до цыганского барокко. Рельефные детали придают стенам объемную пластику и создают чарующую игру света и тени. Гипсовые панели используются для достижения различных дизайнерских целей, оформления телевизионной зоны, изменения визуального восприятия пространства, формирования оригинальных декоративных композиций и усиления световых эффектов. Иначе говоря, если хотите, чтобы ваш ремонт смотрелся дорого, продумайте применение 3D-панелей. Если бюджет нужно сократить, то в качестве временного решения можно попробовать применить самоклеющийся декор, ленты и наклейки. Как обыграть стену с окном? Если нет возможности заменить стандартный оконный блок от застройщика, то самое простое, что можно сделать, чтобы спасти интерьер от белого глянцевого пластика, это повесить комплект из плотных портьер и прозрачных гардин, от пола до потолка и на всю длину стены. Карниз помещаем в потолочную нишу, в итоге получаем элегантный занавес, который не только вуалирует пластиковую раму, но и закрывает отопительный прибор и подведенные к нему трубы системы отопления. В ходе черновой отделки стен откосы должны быть оштукатурены, зашпаклеваны и отшлифованы по той же технологии, что и стены. Для финишной отделки в такой ситуации обычно выбирают белую краску. Дешевый пластиковый подоконник с ушками нужно демонтировать, а на его место устанавливаем подоконник строго под размер горизонтального откоса. Двери. Важный атрибут дизайна интерьера. Когда бюджет ограничен, следует приобрести готовые качественные изделия с декоративным покрытием, согласующимся с дизайном напольного покрытия, то есть с паркетом или ламинатом. Все межкомнатные двери должны быть одинаковые. Проем между прихожей или коридором и кухней-столовой лучше сделать открытым или установить в нем прозрачную раздвижную перегородку. Особое внимание следует уделить мелким деталям и в частности элементам чистовой электрики. На фоне светлых стен эффектно смотрятся темные розеточные группы, в которых также входят и выключатели. Черные детали привносят графичность, запудренный стеновой декор и присоединяются к ансамблю осветительных приборов, брач-талок, настольных ламп и настенных светильников. Впрочем, чистовую электрику можно и под свет стен. Главное, чтобы розетки и выключатели были смонтированы строго в соответствии с планом электрики дизайн-проекта. По ссылке к описанию вы сможете заказать дизайн-проект строго под свой бюджет. Все вопросы пишите пожалуйста в комментариях. Всем пока!